Здравствуйте! Есть такая очень современная тема, борьба с антинаучными тенденциями в обществе, да и в науке тоже. И вот я, чтобы всем было понятно, решил эту тему, так сказать, спроецировать в далекое прошлое, во времена Николая Коперника. Вот такой великий человек придумал, говорят, гелиоцентрическую систему мира. То есть в центр поместил не Землю, а Солнце. Вот так вот мы в школе проходили, знаем. И вот давайте попробуем вот так вот рассмотреть поподробнее гелиоцентрическую систему мира с точки зрения тогдашней науки, выяснить, сколь она, ну, научна. Может быть, это просто лженаучное учение? Вообще-то вот так разобраться. Вот проблема такая была. Это мы сейчас себе примитивно так представляем, значит, геоцентрическую систему Земля. Вокруг нее сферы, и по сферам движутся планеты, да. Ну, все не совсем так просто. Сферы движутся, конечно, а планеты, они движутся по так называемым эпициклам. Вот что-то их заставляет еще по окружности двигаться, а окружность эта движется по другой окружности вокруг своего центра, да. Понимаете, какая история? Вот так примерно это все выглядит, да. Земля, а вокруг, значит, планета по эпициклу бегает. Вот. Это нужно, чтобы описать сложные движения планет по небу. Понимаете как? Ну, Коперник от этого решил отказаться. Кстати, имейте в виду, тогда никто не имел никакого представления о законе семерного тяготения. Не понимал, что тела движутся по замкнутым траекториям, потому что их притягивает вот эта вот загадочная до сих пор, кстати говоря, сила гравитации. Не знали. По сферам. У Коперника-то тоже остались сферы. Вот она система сфер Коперника, но они теперь стали центром иметь Солнце. А планеты, чтобы описать свое сложное движение, вынуждены двигаться тоже по эпициклам. Здесь просто не нарисовано, чтобы не дискредитировать Коперника. Выбрана та картинка, которая, значит, нужна. Они движутся по эпициклам, а эпициклы опять по эпициклам. То есть, на самом деле, система описания движения стала гораздо сложнее. Там нужен был один эпицикл, здесь на один эпицикл больше. Вообще, даже три эпицикла, я вам так по секрету скажу, нужны были в системе Коперника. А в предисловии, это, между прочим, к труду Коперника написано, что вообще вся эта работа не то, что вот она пытается описать, как мир устроен, а вот то, что дает модель, которая позволит лучше вычислять положение, предвосхищать положение светил на небе. Вот. На самом деле, она сложнее. То есть, вот с точки зрения нормальной тогдашней науки, которая знает то, что она знает, это антинаучная тенденция явно. Усложняется модель, вводится лишняя сущность. Сложнее описывать. Ну, вообще-то говоря, Коперник был прав. В центре нашего вот маленького мироздания находится Солнце. Но, чтобы он был совсем прав, еще правее, нужно убрать, разбить все эти сферы, убрать все эти эпициклы. Оказывается, планета движется в соответствии с законами Кеплера по эллипсам, по одном из фокусов которого находится Солнце. Но это уже потом узнал Кеплер. А из законов Ньютона это все легко выводится. Вот так вот повезло. Но сколько лет-то прошло? Не одно столетие, прежде чем так вот в исправленном виде гипотеза Коперника подтвердилась. Я к чему это рассказал? Очень трудно брать на себя миссию, разбирать что науку, что уже науку. Вот сейчас, глядя на эпоху средних веков, может быть, начало XX века, можно разобрать, вот это правильная тенденция, вот это неправильная тенденция. Вот, а как это, в сочинениях раньше писали, Лев Толстой заблуждался, Плеханов недооценил, понимаете? Нам сейчас видно, двоечникам, что там Лев Толстой в чем заблуждался, а что Плеханов недооценил. А тогда на месте попробуй разберись. Вот в чем дело-то. Судить о том, что науку, что уже науку, очень рискованно. И вот я к чему хотел сказать. Надо быть очень осторожным. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ.